Добрый-добрый-добрый день! Добрый-добрый вечер! Доброй-доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! Здравствуйте! С вами снова я, ваша Вивьена! Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, дорогие мои гости канала! И здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал! Меня не было несколько дней, я извиняюсь. У меня были юридические дела. А потом я так перенервничала, что просто не в состоянии была делать какие-то гадания. Я даже людей перенесла на прием, потому что просто очень сильно перенервничала. У меня, конечно, серьезное такое событие произошло. Я пока еще ничего не понимаю. Еще разум, сердце вместе не соединились. Сегодня я хочу с вами провести в канун такого нашего праздника большого, женского. Хочу провести гадание, чтобы проанализировать, любит, ревнует или манипулирует вами ваш партнер, ваш любимый. Накануне праздника я вас всех, девочки мои, женщины, любых возрастов, поздравляю с наступающим женским днем. Желаю, чтобы на вашем лице всегда были улыбки. Чтобы, если из ваших прекрасных глаз и текли слезы, то это были слезы радости, тепла и счастья. А потом, после гадания, я вас научу одной вещи. Это не только для тех, кто расстался, кого мучает сердце, кто хочет, чтобы это отошло от него. Это метод из НЛП, воздействие на наш мозг, как можно вызвать отвращение от кого-то или от чего-то. Например, от пирожных или от конфет, от жареной картошки или от человека от какого-то. Этот метод очень работает, очень работает, очень рабочий. И я хочу вас этому научить. Я знаю много разных методов, как воздействовать на человека, психологических методов, методов программирования, воздействия на мозг. Вы, наверное, это убедились, когда слушали мою чистку и сеанс. Ну, вот такое у меня есть. Это не дар. Я этому и училась. И, конечно, это от природы, от моих и бабушек, и прабабушек. У нас такие были интересные женщины. Единственное, могу сказать, что все женщины в нашем роду не были особо счастливой женской судьбой. Потому что женщины, обладающие даром, женщины, которые знают больше других, ведают, очень часто несчастливы в обычной женской жизни. Но мы рады, что мы даем людям кусочек солнца, кусочек света, кусочек счастья. Мы помогаем, мы предупреждаем, а дальше люди уже сами поступают так, как надо. Или не надо. Выбор всегда за вами. Судьбу мы строим сами. Но когда у вас на душе скребут кошки, когда, допустим, вы расстались с человеком или поссорились, или он вами манипулирует, то придет, то не придет, то молчит. Значит, запомните, если человек манипулирует, вы ему не нравитесь, он вас не любит. Просто вдумайтесь, проанализируйте. Нам голова дана для того, чтобы мы думали, а не только, чтобы что-то мы клали в свой любимый ротик, вкусненькое или невкусненькое. А сегодня мы сейчас с вами проведем такое гадание. Я сегодня действительно, наконец-то до меня доходит, что произошло в эти два дня. Несколько дней, это не два дня, а несколько дней в течение недели. Я купила себе квартиру. Пока это не квартира, много квадратных метров. Пока это стены. Я не знаю, как теперь эти стены превратить в жилье, но, по крайней мере, стены у меня есть. И то, что я хотела. Я хочу как раз вам сказать, отвлекусь. Я заказывала у Вселенной именно это. Я заказывала и говорила, я хочу вот такое бы я купила. То есть я не буду говорить, что я. Вот такое бы мне судьба предоставила именно это. Сейчас я знаю, что я должна с Вселенной как-то расплатиться, что-то дать, какие-то дары. Или вот то, что я даю вам маленькое благо, это тоже дар Вселенной. Потому что, что мы просим у Вселенной? Нужно обязательно Вселенной что-то отдавать, чтобы был круговорот. Если мы будем только брать, то потом это точно так же, как бутылка самого вкусного вина. По капле, по капле, и она закончилась, стала пустая. Не буду долго разговаривать, я очень соскучилась, я вас люблю. Я действительно очень соскучилась. И сегодня мы проведем такое гадание. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер. После гадания я вам покажу метод, как избавиться, вызвать отвращение от чего или кого-либо. Метод очень действенный, особенно подходит тем, кто умеет очень хорошо представлять. Поэтому говорю, читайте книги, потому что те, кто читает книги, они рисуют свое кино в голове. Посмотреть сериал – это уже то, что выдумал сам режиссер, который прочитал книгу и сделал вам фильм. Поэтому читайте книги. Книги дают очень много, они дают воображение, они дают вот эту визуализацию, и вы сможете достигать всего, чего вы хотите. Поэтому знающие люди обычно достигают очень многого. После, еще раз говорю после, я проведу вам, покажу методику, как избавиться от чего-либо или вызвать отвращение. А сейчас мы переходим к раскладу номер один. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер. Мне некоторые пишут в комментариях, вот вы много говорите, поменьше говорю, не надо, не слушайте. Я тоже говорю, я всегда ставлю тайм-коды. Если вам не нравится, что я говорю в начале, пожалуйста, ставьте на тайм-код, вы не будете ничего слушать, вы увидите только гадание. Без проблем. Зачем писать комментарий, если вы можете нажать на кнопку? Там четкое время написано. Нажали на кнопку, у вас будет именно то время, именно четко тот вариант. И ничего слышать не надо. Все, что здесь, я вам показываю, все эти гадания, это в дар. За личной помощью, за личными гаданиями, предсказаниями, пожалуйста, обращайтесь в Viber, WhatsApp, контакты под видео. Все, номер надо набирать. Сначала вы набираете плюс, ставите плюс, потом уже все цифры. Международный режим набора номера обязательно плюс. Для России плюс семь. Для Баку плюс девять девять четыре. Для Грузии плюс девять девять пять. То есть сначала идет, это код страны, это надо знать, это вам информация. И еще прошу, не посылайте мне Viber, WhatsApp, различные открытки, потому что вы засоряете мой телефон, и мне приходится потом чистить. Если вы хотите какие-то поздравления мне послать, я понимаю от души, то, пожалуйста, отправляйте их и здесь пишите. Я очень рада. Я вас тоже поздравляю. Милые мои любимые девочки и женщины. И переходим. Вариант номер один. Вариант номер один. Вот какие влюбленные у меня барашечки. Вариант номер один. Вариант номер один. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер. Все, кто выбрали вариант номер один. Вариант номер один. Вариант номер один. Вариант номер один. Все, кто выбрали вариант номер один, любит, ревнует или манипулирует. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер, вариант номер один. Буду пока смотреть. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер. Мы смотрим на него. Но если получится, что-то говорится про вас, я говорю как женщина. Если смотрят мужчины, то смотрите, интерпретируйте. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер. Знаете, а тот партнер, тот партнер боится. Тот партнер боится. Его страх. Знаете, кто в паре, то могу сказать, что... Что человек вообще такой немного трусливый. Он боится потерять. Он боится... Он всего боится. Человек, которому очень трудно принимать решение. Если вы не в паре, то это вы должны им манипулировать, чтобы человек принял решение. Любит, ревнует или манипулирует. Могу сказать, что человек от страха может... Вы знаете, как я говорю, петушок, прыгать на одной ноге, показывать, какой он... Даже вызывать на какие-то конфликты. Но на самом деле он... Я могу сказать, что страсть у него есть, любовь у него к вам есть. Те, кто в паре, человек думает о вашем жилище, о вас... И хотел бы каких-то перемен. Если бы вы только в отношениях, то у человека в мыслях рождается, что было бы хорошо с вами вместе. Но у вас иногда бывают какие-то недопонимания. Вы не понимаете друг друга. А знаете почему? Потому что ваш партнер... Вот это тоже какая-то своего рода манипуляция. Потому что он боится, что он вдруг вас потеряет. Что он может потерять свои какие-то материальные ценности. Он все время боится. Это тоже метод какой-то манипулирования, могу вам сказать. Но страсть тут есть. Человек хотел бы, если вы не в паре, то хотел бы семью. Если вы в паре, то человек хотел бы, чтобы у вас был свой очаг. Но... И тут и страсть, конечно, и сексуальное какое-то очень сильное влечение. Надежда на то, что построится свой дом, или будет своя квартира, или... Ну, просто будет там, где вы будете вместе. Семья. Потому что карты говорят о семье, о том, чтобы быть вместе. Но человек любит или ревнует, или манипулирует вами. Тут манипуляция очень такая странная. Потому что человек сам трусливый, человек еще как вот... Ну, может быть, не совсем соформировавшийся, а может быть, такой и останется на всю жизнь. Человек, который боится принимать сам решение. И из-за этого страха может совершать какие-то поступки, вызывать на конфликт, еще что-то. Из-за страха потерять своего партнера. Из-за страха потерять свои какие-то материальные блага. Он очень за это боится. Или что-то еще. Страсть у человека есть. И могу сказать, что... Ну, страсть это... В некоторых случаях это любовь. Потому что все по-разному воспринимают любовь. И то, что он думает о вас. А манипуляции... Ну, тут манипуляции больше от страха какого-то. Вообще, на самом деле, манипуляции для чего-то добиться. Или манипуляции бывают скрыть свою неуверенность. Вот здесь мужчина вот таким способом... Он скрывает свою неуверенность. Знаете, могу сказать, что он и боится и вас потерять. И все он боится потерять. Потому что не умеет быстро принимать решение. Еще недоразвитый такой вот... Или мужчинка, или мальчик. Еще не дошел он до того, что мужчина это... Мужчина сказал, мужчина сделал. А здесь маленький мальчик из песочницы. Вот такой вот... А кто бы за меня сделал? Маму позвать, что ли? Или кого-то? Или брата старшего или сестру? То есть здесь мужчина не умеет принимать решение. Им все время в страхах. В различных страхах. Это из семьи идет. Да, это идет из семьи. Из детства у него. Боязнь принять самому решение. Но то, что страсть у него есть, если он хочет семью. И если вы в браке, то его очень держит этот его отчат. Но иногда, понимаете, он так себя ведет, что и у вас вызывает раздражение. Потому что мужчина, который не может принимать решение, у которого страхи, тянуть всегда на себе эту лямку, очень достаточно сложно женщине. Это очень... Женщина устает и потом иногда брекается кобылка и убегает. Любит, ревнует или манипулирует. Ну да, здесь мужчина, вот понимаете, он всего боится и считает так. Ну пусть вот так вот идет в жизни, пусть идет. Жизнь крутится, крутится, крутится. Пусть само. Пусть боги сами решат. Вот понимаете, когда люди неуверенные, трусливые, они говорят. Ой, ну это бог так сделал. Ой, ну это бог меня наказал. Нет. Это не бог вас наказал. Это называется трусость, неумение принимать решения. Можно все свалить на бога. Так проще, чем сознаться в том, что то, что произошло, в чем-то ты виноват сам. Виноват сам. Вот тут человек трусливый, считает, пусть как будет, так будет. Вот пусть так течет. Ему все время, этому человеку нужно все время давать пенделя. Волшебного или не волшебного. Любого. Чтобы он принял решение. Ему очень комфортно, если за него кто-то старший в доме, может быть, мама, может, отец принимает решение. Любит, ревнует или манипулирует. Но то, что у него есть к вам чувства, это точно. И если даже кто-то мешает вашим отношениям, человек хотел бы, вот вас схватить именно быть с вами. Если у вас просто отношения, то убежать с вами куда-то, создать дом уют. Если вы в браке, то человек вас по-своему любит. Ну, конечно, конечно, человек любит. И вот у него все время страх, если вы, говорю, в браке, в союзе, что ваш союз кто-то ворвется и кто-то помешает. Вот здесь у меня вот мелькнуло, может быть, кто-то из родственников. Он все время боится, что вы можете расстаться, вам могут помешать. Если вы уже расстались, вот эти страхи, они у него в голове сработали. Сработали. Вот то, что человек боится, это всегда сбывается. Помните, страхи и страсти срабатывают, как мы их желаем. И очень быстро. Потому что на страхи и страсти прилипают сущности, которые высасывают из нас нашу энергию. Ну, тут, конечно, семья. Тут, конечно, человек думает о семье. Для него это очень важно. Независимо от того, расстались вы в отношениях, в браке, здесь у человека есть страсть к вам. Он очень... Для него семья это очень важное. Вы тоже важны. Но человек трусливый, не умеет принимать решения, любит, ревнует или манипулирует. Он может вызывать скандалы ревностью от страха. Он... Это такой вид манипуляции. Именно, понимаете, человек неуверенный, трусливый, будет вызывать на какие-то, может быть, конфликты. И он так считает, что это манипуляция. А на самом деле он просто вызывает обратный эффект. Тут, конечно, человек желает семью. Он хватил бы семью. Если в семье, то для него семья это очень важно. Но у него все время страхи, что вы можете сбежать от него. Или кто-то может разрушить ваши отношения. Любит? Ну, я и тогда сказала, что ему очень важно его материальное положение. Он боится что-то потерять. Если вы не в браке, то... То мужчина боится вступить в брак, потому что, ну, боится за свои карманы. Ну, мужчина, с одной стороны, боится за свои карманы, но в то же время он думает, что нужны деньги для того, чтобы была семья. Ну, тут мужчина, конечно, влюблен. А манипуляции у него только такие, что... Ну, мальчик он еще такой, не созрел до конца. Может быть, так и будет. Но вот такой вот мужчина. Ну, здесь, конечно, любовь есть, и влюбленный мужчина. Говорит тут нечего. Потому что мужчины странные, они могут... Вот этот мужчина может ничего не говорить про любовь. А вот показывать своей дурацкой... Или ревностью от страха, что вы вдруг уйдете. Вот, понимаете, у него какой-то страх, что он может потерять и вас, и ваши отношения. Если уже потерялась, то, возможно, как раз из-за этого. Потому что постоянная какая-то ревность, постоянное какое-то вот... Вот это такое мелкое манипулирование, оно никогда ни к хорошему никого не приводило. Переходим к варианту номер два. Вариант номер два. Еще раз скажу, что после расклада я покажу вам метод, как вызвать отвращение от кого-либо или от чего-либо. Вариант номер два. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер. Стук карта. Ну, судьба. Любит, ревнует или манипулирует вами партнер. Вариант номер два. Здесь явно третьи лица с кочелем. Здесь человек пикапщик, манипулятор. Вот знаете, может встречаться, держать на поводке, держит на поводке такой мужчина любовные свидания, но не только с вами. Здесь есть другая женщина, тоже тайна. И тоже, понимаете, ему нужно всё время какой-то взрыв эмоций, взрыв какой-то. И есть третьи лица, которые убивают эту любовь. Понимаете, у него любовь такая, могу сказать, что мужчина, ну, какой-то бабник, наверное. Бабник? Не, наверное, а бабник. Потому что здесь есть другая женщина, здесь есть другие связи и здесь есть убивающая любовь. То есть, понимаете, человек и туда идёт, и сюда идёт. И там нельзя разорвать сердце на маленькие кусочки. Вы не дадите тогда той теплоты. Тут человек точный манипулятор. Любит ли? Знаете, для него любовь больше страсть и секс. Для него любовь – это вот именно физическое наслаждение, отдых. Мужчина говорит, я отдыхаю с тобой. Вот сегодня он по понедельникам отдыхает с Машей, по вторникам с Дашей, по средам с Малашей. И так всю неделю. А потом ещё к жене возвращается. Вот такое вот. Ну, тут есть кто-то, есть сильный враг. И мужчина именно это скрывает и манипулирует вами. То есть, понимаете, он вас держит, как на поводке. Но могу сказать, что у него любовь не искренняя из сердца, а это больше физическое наслаждение. Вот именно манипулирует, притянет пока, что он какой он вам друг, какая вы вообще замечательная. А потом подвяжет вечером или ночью к другой. И постоянно, то есть, для него он ворует вашу любовь. Здесь чёткий манипуляторщик, здесь чёткий пикапщик. Неприятно всегда об этом так говорить. Вот так оно и есть. То есть, здесь человек хочу-пришёл, хочу-не пришёл, пошёл туда, даже если в браке. То есть, человек у вас забирает часть вашего сердца, ворует. И пока не сожрёт, он у всех, он как, понимаете, он как киви, когда мы берём, да, если не чистить отложкой, как в ресторане, отрезаете, и вы, и вот осталась только одна шкурка. Вот точно так же этот человек манипулирует в своих действиях, пока не оставит одну шкурку, которая есть мохнатую, невозможно. Всё, потом выкинет за ненужностью. Потом выкинет за ненужностью. Любит, ревнует или манипулирует вами партнёр. Здесь вот нехороший мужчина, могу чётко сказать. В первом раскладе это просто, ну, трусливый, это можно всё воспитать в мужчине. А здесь, здесь действительно пикапщик, манипулятор, есть другие женщины, и это скрывается, потому что всё ради страсти, понимаете, всё ради страсти, ради физических наслаждений. То есть, как я говорю, член мирового сообщества. И думает он не головой, а думает он только своей головкой. Простите, вот выражение такое. Потому что он приходит и забирает вашу и душу, и сердце, и тело заодно, пока всё не сожрёт. Потом у другой, третий, вы страдаете, опять приходит. И вот это вот, это манипулирование, я не понимаю даже для чего, почему мужчина такой, ну, мы смотрим же совсем другое, любит, ревнует или манипулирует. Здесь нельзя сказать про любовь его. Здесь можно сказать, что человек вами пользуется и сжирает вас полностью. Если вы это ещё не заметили, приглядитесь, проанализируйте. Здесь человек вас сожрёт потом и выкинет, а притворяется, что он вам друг такой хороший. Любит, ревнует, манипулирует. Ну да. Вот понимаете, вы когда совсем разозлитесь, то человек может прийти к вам, написать вам, может подарочек подкинуть, чтобы вы успокоились. Всё, действительно, пришёл от другой, от Маши, пришёл к вам к Даше. Я просто называю так имена, чтобы вам было понятней. Вы уже вся на взводе, вы злитесь, а он раз вам чего-то подарит, или иногда он даже так думает, я сам подарок, я сейчас тебе подарю секс, это такое для тебя наслаждение. Да, и приходит он тогда, когда ему хочется, напишет он тогда, когда ему хочется. Да. Такое ощущение, что человек куда-то уходит после вас, и вас оставляет одну. Здесь чёткий манипуляторщик. Здесь больше подходят даже отношения не в браке, хотя и в браке такие могут быть отношения, что человек куда-то уходит, и женщина сидит и ждёт у окна. Здесь такое ощущение, треугольники, тут даже не треугольники, тут и больше будет. Человек, который эгоист, манипуляторщик, вампир, который сжирает, да, он вас выжирает, вот понимаете, вы влюблены, а он вас сжирает. Пользуется вами по всей программе, и душой, и телом, всем. Ну вот, когда хочу, напишу, когда хочу, скажу, а самое главное, он притворяется, понимаете, и вы можете не замечать, что человек, человек просто манипулирует, вы ему даже, может быть, и не нравитесь, это просто показывает, вот вообще, извините, но как-то мне не нравится расклад, ну что делать. Да, человек, несущий разрушение, приглядитесь, если рядом с вами такой манипулятор, не верьте, приглядитесь, девочки, милые, потом, потом будет просто ужасное, когда вы прилипнете и кожей, и телом, и кровью. А это человек, который несет просто разрушение, это страшный манипуляторщик, потому что это вампир, а вампир это высшая точка эгоизма, только для себя кровушки попить, чтобы было, было ему комфортно, и было ему хорошо устраивать праздник жизни. Да, потому что, вот когда ему скучно, вот кто не в паре, когда ему скучно, еще что-то, он к вам придет, сообщение напишет, милая, жди меня, жди, вот здесь вот жди, и особо, знаете, на большие там какие-то подарки, нет, нет. У него любовь, это день, это праздники, вот понимаете, он каждый раз с разными женщинами, он устраивает себе праздник, праздник веселья, все, да, только, вот знаете, как тут тоже идет, что незрелый он какой-то, ну вот у него такой образ жизни, что надо приносить, что любые женщины, это удовольствие, женщина, это удовольствие, он не воспринимает женщину, как разумное, разумное существо, разумный человек, нет, женщина, это для удовольствия, и с нее нужно взять все, что может взять мужчина, Женщина только для удовольствия. Я нехороший мужчина. Проанализируйте, пожалуйста. Разрушитель. Разрушает всё, да. Вот приходит, показывает, что он какой, он герой. И я прям геракл, я такой вот. А потом показывает, да, что якобы любит, я тебе, я тебе вот всю вселенную отдам. А потом замыкается и начинает манипулировать и хитростью держать эти отношения. На самом деле он как крокодил, который вас сожрёт. Ну уж так. Разрушитель до нуля разрушает. Потом очень трудно, после таких отношений очень трудно восстанавливаться. Подумайте, проанализируйте. Просто мы, когда нам говорят о наших партнёрах, гадалке, мы не хотим верить. Потом проходит время, конечно, всё равно всё приходит на свои места, всё понимается. Но уже, но уже очень тяжело. Тяжело потом проходят разрывы. Здесь мужчина не просто манипулятор, это просто вообще какое-то чудо природы. Вариант номер три. Я когда вам гадаю, я даже расстраиваюсь. Вот просто представляю, что это такое. Мне прям, думаю, не дай бог такой партнёр. Вариант номер три. Любит, ревнует или манипулирует вами партнёр. Любит, ревнует или манипулирует вами партнёр. Любит, ревнует или манипулирует. Так, здесь была какая-то другая, сейчас посмотрю, вот здесь, наверное, мамашка тут, или кто-то из родственников больше идет так, ну, тут, конечно, есть чувства, любят ревнуют, или манипулируют, знаете, здесь вот по картам, сейчас я основную карту вырву, посмотрю, здесь больше идет, что манипулирует не мужчина, а манипулирует здесь, ну, кто-то из родственников, может, свекровка его мать, может, ваша мать, то есть здесь кто-то манипулирует, какая-то женщина, которая по судьбе, возможно, и по крови, она, может быть, это бывшая жена, тоже такое может быть, это здесь женщина, другая женщина манипулирует, и мужчина просто выполняет то, что требует эта женщина, вот видите, даже огромный медведь, и то, и то не может, не может сопротивляться этому, пытается убежать, но не может, тут манипуляции больше идут, любит, ревнует, то есть чувства, конечно, у мужчины есть к вам, он их скрывает, не показывает, чаще всего молчу, такой бывает, люди не говорят о своих чувствах, но надеется на то, что произойдут какие-то перемены, вот знаете, он надеется оторваться от этой женщины, и произойдут перемены, но это не сразу, это долго, карта такая долгая, да, здесь или мужчина женат, или мужчина в оковах вот от какой-то женщины, это может быть и мать, это может быть и семья, и он не может никак сопротивляться, здесь манипуляции идут не от самого мужчины, а тут манипуляции идут, то есть он делает то, что говорит вот эта женщина, и у него надежда к вам, я могу сказать, чувства у него есть, и он просто рассчитывает на то, что когда-нибудь, когда-нибудь подальше он попытается решить эту проблему, но он не умеет решать с кулаками, он думает, что можно решить все дипломатически, каким-то образом, ну знаете, так мужчины не решают, мужчины должны взять меч и отрубить врагу голову, здесь потому что дипломатия не получится, здесь человек, вот этот тот враг, будет манипулировать и делать зло до тех пор, пока не убьет, пока крестик на могилке не поставит, как я говорю, здесь очень сложный враг, и здесь манипуляции идут даже меньше, чем от мужчин, мужчина просто выполняет требования другого человека, здесь есть третье лицо, которое мешает, это или мама, или любовница, ну это женщина, то есть поэтому у каждого может быть свой вариант, враг это женщина, и мужчина очень ее даже боится, можно сказать и боится, выполняет все то, вот так голову наклонит и пойдет делать то, что она ему сказала, что она шептала или еще что-то, про магию я говорить ничего не буду, потому что здесь прям чувствую такую злобность какую-то, вот делай так, как я сказала, я права, ты дурак дураком, вот такое какое-то слышу, прям вот ворчание страшное, неприятное вообще, и визжание какое-то женское, любит, ревнует или манипулирует, то, что он вас ревнует, да, он ревнует, но знаете, он так тихо ревнует, но у него есть такое, что он ревнует кому-то, чтобы вы слушали, ну вот такое, чтобы слушали вот эту женщину, или он приходит со своими советами от этой женщины и вам навязывает их, это тоже своего рода манипуляция, знаете, он, у него чувство к вам есть, и он испытывает такое чувство, что вы его крыша, вы его одеяло, вы его вот закрываете как-то от всего, даете тепло, тут может быть расстояние, может быть расстояние вас разлучает, или человек может быть ездить куда-то, может быть у него машина есть, ну, тут человек считает, что, вот знаете, вот вроде бы сильный мужчина, или хочет казаться им, что я такой сильный, я такой император сияруй с ним, а на самом деле, понимаете, а ведет он себя, как ребенок, вот хочет казаться сильным, вот показывать себя, я такой сильный, я глава семьи, а как дело касается чего-то, что нужно решать, здесь женщина решает, другая женщина решает и манипулирует им, ну вот он, да, вот он, а хочет казаться мужчиной, на самом деле, нет, он очень сильно связан, почему-то каким-то, он очень сильно связан с каким-то врагом, может быть это родственница или родственник, могу вам сказать, что здесь не так все плохо, потому что мужчина будет пытаться любыми способами отделиться от этого врага, от этой женщины, он просто думает, как это сделать, но у него, понимаете, как, он не хочет брать в руки меч, он хочет это сделать какими-то переговорами, согласием, мирно решать вопрос, но в некоторых случаях мирно решить вопрос невозможно, любит ли он вас, да, чувства у него есть, ревнует, да, ревнует, ревнует мужчина, но он такой, могу сказать, что не особо высказывает свои чувства, и у него есть надежда, что он как-то с этой женщиной, ну закроет эту женщину, помогите ему, помогите, вытащите из его ножен, его меч, и дайте ему в руку, пусть он борется, для того он и мужчина, да, собирайте войско, помогайте ему, помогайте, потому что нужно, нужно идти в наступление, а не просто сюсюкаться или какие-то там мирные переговоры, ну давайте вот так, ну давайте так, нет, здесь точно точно нужно собрать войску, вытащить меч из своих ножен и просто взять этой змее и отрубить голову, вот здесь идет так, а вы должны помочь, потому что у человека есть чувства, у человека есть, он ревнует к вам, он боится, что, он боится, да, вот не в том смысле боится, как вот в первом раскладе, он ревнует, потому что его раздирает, но он не может показать свои чувства, но не умеет, может быть на расстоянии находится, помогите ему, он не может сам как-то, он другими способами пытается бороться с этим вот злом, он хочет мирным путем, нельзя здесь мирным путем, здесь только нужно взять и уничтожить врага полностью, если это свекровь, уезжайте, уходите, не общайтесь, все, ставьте на ней, поставьте на ней ее же крест, вот так вот, и закройте ее, вот такой был у нас третий расклад, третий расклад, после гадания я вам покажу методику, как вызвать отвращение от кого-то или от чего-то, это можно и на бывших возлюбленных, а также от надоедливых ухажеров или тех, кто вам не нужен, вариант номер четыре, вариант номер четыре, у нас свечка потекла, сейчас надо что-то здесь подложить, свечка потекла, надо здесь что-то положить, так чтобы дальше не было, как раз Сашу, если подставили, пусть тогда горит, так, вариант номер четыре, все кто загадали, вариант номер четыре, вариант номер четыре, любит, ревнует или манипулирует вами партнер, вариант номер четыре, любит, ревнует или манипулирует вами партнер, все кто загадали, вариант номер четыре, ну здесь точно, наверное, расстояние между людьми или здесь знакомство через интернет или курорты какие-то, здесь могу сказать, что здесь или расстались, или расстояния большие, потому что здесь на отношениях поставлен крест, или вы расстались, и это из-за того, что разные взаимопонимания, может быть разные семьи, может быть действительно разные страны, понимаете, сапожник не сможет жить с королевой, так же как император не посмотрит на служанку, он ее может только использовать в постели, более никак, любит или здесь тоже оковы, здесь такое вот ощущение, может быть не у всех проиграется, просто смотрите сами, у каждого по-своему, здесь идет такое, что человек несвободный, и была встреча, это человек из другой страны, из другого города, и это были тайные какие-то встречи, любит, знаете, тут такой внутри идет боль, вот, понимаете, боль, вот страдание, что невозможно ничего, такая боль, любит, ревнует или манипулирует, да тут недоманипулирование, просто человек несвободный и не может разорвать что-то, что оковы на нем, а боль, вот знаете, я ее прям чувствую, у мужчины тоже боль, и тут в общем-то недоманипуляции, просто боль, что он, надежда есть, но она такая маленькая, что что-то можно изменить. Если этот вариант вам не подходит, посмотрите другие, потому что здесь четко прослеживается, что люди или расстались, или далеко находятся, может быть, даже некоторые находятся в местах неотдаленных, то есть люди на расстоянии и на браке, то есть на союзе поставлен крест из-за общества, из-за тех правил, которые есть в обществе, из-за законов, которые есть в обществе, но идет такая боль от карт, вот как будто и у вас боль, невыносимая в сердце, аж до слез, и у него, и он не знает, а как это вообще, а кова на нем, и руки и ноги у него скованный человек несвободный в своих решениях, в своих действиях. Это, говорю, могут быть и моряки, конечно, но у меня больше идет боль, такая скука, такая тоска, ревность, да тут, понимаете, тут не до ревности, идет тоска, тоска, и у вас, и у него взаимная тоска. Тут даже никакие не манипуляции, тут вот такое ощущение, бесполезность что-то делать, невозможность что-то делать, обреченность где-то даже, вот понимаете, когда человек чувствует какую-то обреченность. Ну вот тут человек на Бога надейся, а сам не плашей называется. Вот, но, знаете, как тут? Тут очень, тут связано то, что человека действительно связывает что-то, что связывает, ну, извините, несколько раз сказал одно и то же, человек очень зависим от денег, от каких-то материальных благ, и по-другому он поступить не может, и снять оковы на тени не может, потому что на нем висят это злато, серебро, золото, власть, ну, тут так образно я говорю. Человек очень зависим от материальных средств, больше даже от денег, от золота. Манипулирует, любит. Знаете, он бы хотел взять вас за руку, посмотреть вам в глаза, может быть, попытаться начать все. Ну, вы знаете, в мыслях даже было бы, взять бы вас, и вот как Зевс украл Европу, вот точно так же вас украсть, а потом, вы знаете, как будто, вы знаете, есть песня такая, миленький ты мой, миленький ты мой, возьми меня с собой, там в краю далеком назови ты меня женой. А он ей потом отвечает, что, милая моя, взял бы я тебя, но там в краю далеком есть у меня жена. Вот понимаете, он бы вас украл бы, посадил бы как заложницу куда-то, а потом бы вышвырнул. Но единственное, что этот человек у многих проиграется, что у этого человека есть материальные средства, то даже если он вас сделает любовницей, то он материально, он вам может очень во многом помочь. Вот тут такая боль, что у человека есть чувства к вам, но просто он не имеет на это права. Вот понимаете, такой сильный человек говорит, а я не имею права на это. Так что здесь просто про манипуляции, вот как манипуляции, говорить, конечно, очень странно, потому что здесь просто человек, человек не может. У человека кандалы и на руках, и на ногах. Браслет у него и на руках, и на ногах. Он думает, как вообще потом решить этот вопрос, потому что у него есть желание взять вас и украсть, привести. Но потом, говорю, тут идет такое, что это ради своего как бы удовольствия, что потом он поможет вам даже хотя бы материально, если не может быть с вами именно в союзе. Потому что не всем подойдет этот расклад. Ух ты. Ну да, он вообще смотрит. Тут мужчина, чувство у него есть, чувство у него, знаете, как вот чувство короля, королеви. Только он король сия Руси, а она королева далекой Антарктиды. Вот понимаете, потому что расстояние пока не… Расстояние оковы, еще что-то… Что-то мешает вам. Что-то мешает. Но здесь человек, знаете, не могу жениться, но тогда одарю тебя такими благами, что тебе потом будет жить очень комфортно и хорошо. Увезу тебя я в тундру, но там построю тебе дворец со всеми отоплениями. Будет у тебя там плюс 35, как в Африке. Человек почему-то… Понимаете, да, тут и так вышло, что человек как несвободный. В чем-то он несвободен. Ну, пока думают, что пусть так течет как-то. Ну, тут любовь, ревность или манипуляция. Ну, это не манипуляция, это совсем другое. Человек просто скован. Любит? Могу сказать, да. Именно как король любит. У него королевская любовь там внутри. Любит. Ревнует. Знаете, у него даже, как могу сказать, не так вот до ревности. У него он не скажет, что он вас ревнует. У него слезы на глаза накатываются, если он думает, что вы с другим. Вот там внутри у него, если вы будете с другим. Манипулирует. Ну, я говорю, здесь нет манипуляции. Здесь совсем другая история. Здесь бы взять, украсть вас, посадить вас в какую-то башню, чтобы можно было, ну, как наложницу. Это мое, но я не могу уже узами или чем-то. То есть у меня такие обязательства, которые я не могу разрешить сейчас. Но материально и так далее, чем-то другим он это компенсирует. Да. Он понимает, что этим отношением, даже если вы уже в ссоре или расстались, или расстояние, он понимает, что это отношение не конец. Это какие-то странные судьбоносные отношения и это не конец. Вот такой был четвертый расклад. Переходим к... Переходим сейчас, я вам покажу, как можно. Метод НЛП. Воздействие на мозг. Наш. Магия – это тоже воздействие на мозг. То, что вы визуализируете, произносите – это воздействие на мозг или себя, или другого человека по его фотографии или вещи, которые потом отдаются человеку. И человек начинает чувствовать то, что вы запрограммировали, допустим, в этой вещи. Сейчас я вам показываю метод, как убрать или вызвать отвращение у кого-то, от кого-то, вот понимаете, или от чего-то. Допустим, вы разошлись с человеком, у вас сердце все страдает, и вы хотите побыстрее забыть, побыстрее начать новый путь. Вот, допустим, на правой руке вы представляете этого человека, прям визуализируете, вот он стоит у вас на руке, а на левую руку вы кладете что-то мерзкое, отвратительное. Например, червяки, пиявки, опарыши, вот видите, кусочек мяса, он весь в опарышах или рыбу, и вот у вас прям тошнит от того, что вы видите. Здесь у вас этот человек, вы произносите его имя, а затем, вот вы должны вот так представить четко-четко, на одной руке он, на другой руке вот это мерзкое. Вы можете представить дерьмо, говно, что угодно, что вызывает у вас рвотный эффект. Червяки, пиявки, опарыши, все кишит, кишит, глисты вот в такой куче, все кишит, вызывает у вас чувство, вот такое вот отвращение. Как вы только почувствуете, и вы соединяете, вот так вот, и вот этот человек вместе с этими глистами, опарышами, вы вот в один клубок, вы вот туда-туда-туда, и все, все, вы соединили, что вот он, этот человек, олицетворение этих глистов, опарышей, вот этой мерзости, и все. У вас это отложилось в голове, и на самом деле это очень работает, у вас это откладывается в голове, и когда вы начинаете думать об этом человеке, у вас начинается отвращение. Этот метод нужно производить, это тут не важно, не луна, ничего, это четкое воздействие на ваш мозг. Я понимаю, когда любишь, и когда страдания, ой, он еще вернется, нет, я не буду делать остуду, он еще вернется, не вернется. Если ушел, то не вернется, нужно идти своей дорогой. Девочки, милые, открывайте глаза, снимайте розовые очки. Если мужчина ушел, не пишет, не вернется. Если мужчина приходит тогда, когда ему вздумается, не нравитесь вы ему. Если мужчина никуда с вами не ходит, ни в кинотеатры, ни ездит куда-то, если он приходит только к вам и только за сексом, не любит он вас, не нравитесь вы ему даже. Убирайте его из своего сердца, это вы выдумали. Понимаете, мы сами выдумали. Вот здесь то же самое, вот вы сами выдумали эту страсть, которой уже нет, уже нет человека, он испарился. Вот точно так же можно убрать, это можно повторять. Точно так же этот метод можно использовать, если вы, например, ну, можно использовать, если хотите, например, что-то не есть. Вот любите вы очень там пирожные или конфеты, ну, что-то одно, понимаете, на руку, на ладонь вы кладете что-то одно. Ну, допустим, я сейчас положу, я вообще не очень люблю тортики пирожные, но все равно, я положу тортика пирожные. Так же можно проделать, ну, да сам человек, если, например, он любит очень коньяк, а он понимает, что уже далеко зашло точно так же, четко представлять, что, от чего вы хотите избавиться, чтобы вызвало отвращение. Допустим, я кладу себе сюда вот такой кусочек тортика, такой вкусный, с кремом. А вот сюда я кладу вот эти вот, фу, мясо, там вот прям червяки эти, глисты кишат, фу-фу-фу. Ой, не, ой, да, мне прям у них рак. И я соединяю, что тортик, это вот эти вот глисты, эти червяки из меня тухлятина. Такое мерзость, что, ой, все, даже тошнит, значит. Я это соединяю, все, все, все. После этой манипуляции, вот честно, я знаю, что не хочется ни тортиков, ни булочек, ни еще чего-то. И точно так же к человеку. Просто вы должны визуализировать, прям вот как кино. Поэтому, говорю, читайте книги. Книги учат визуализировать. Книги учат делать кино свое в голове. Метод очень хороший, метод действенный. Его можно повторять. Вот прошло какое-то время, опять страсти-мордасти вас начинают захлестывать. Опять вот так вот сели спокойненько, никто не мешает. Ничего, просто представили, можете свечки включать, можете не включать. Это в любое время. Единственное, чтобы не мешал телевизор, телефоны. Просто, чтобы вы спокойно провели вот такой сеанс себе. Метод программирования своего мозга работает очень хорошо, потому что магия и вот это НЛП – это близнецы-братья. Люблю-люблю. С наступающим вас праздником. Девочки мои хорошие, завтра обязательно выйду в эфир с поздравлениями. И успею еще сделаю ритуал. Просто говорю, вот так вот получилось у меня. Наконец-то я отхожу. Я очень нервничала. Ну, вот такое у меня событие случилось в жизни. Сама не ожидала. Вот так получилось. Всех вам благ. Люблю-люблю. Пока-пока. С вами была Вильена. До встречи.